Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про самый древний на британских островах город Колчестер, в который мы путешествовали с мамой в ноябре 2016 года. Итак, посетив в субботу город Клактон-он-Си, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, в 9 часов мы сели в автобус National Express и направились в Колчестер. Мы прибыли туда в 9.45, то есть маршрут составлял всего лишь 45 минут, и обошлось нам это в 10 фунтов 60 центов, то есть примерно 1000 рублей за двоих. Колчестер – это большой город в английском графстве Эссекс. В Восточной Англии он занимает второе место по количеству населения. На 2011 год насчитывалось около 122 тысяч жителей. Колчестер находится в 80 километрах к северо-востоку от Лондона. Город соединен с британской столицей, автомагистралью и железной дорогой. Всего лишь в 50 километрах от него находится аэропорт Стенстит и в 30 километрах огромный международный порт Харич. Город стоит на реке Коун, на которой до сих пор сохранились стены римского города Камулодена и остатки его старинных зданий. Камулодун был древнейшим римским поселением в Британии до 50-го года нашей эры и был столицей кельского племени Тринавантов. Он известен как место, где происходило восстание Баудики в 61 году. Про Баудику я вам, кстати, позже буду рассказывать. Очень интересное событие происходило в Лондоне в 2014 году, где рассказывалась история этой кельской предводительницы войска Тринавантов. И вот одно из самых известных сражений как раз происходило в городе Колчестер, где восставшие во главе с Баудикой захватили город Камулодун. После разгрома Камулодена столицей Римской Британии стал Лондон. Итак, приехав в 10 часов утра в Колчестер, у нас было не так много времени, до 4 вечера. На это время у нас уже был куплен билет обратно, поэтому мы решили сразу же пойти в центр, прогуляться по городу и посмотреть его достопримечательности. Город знаменит его красивыми старинными зданиями, руинами Римской стены, возведенной во времена, когда Колчестер был столицей Британии, нормандским замком и родной деревней живописца Констабеля неподалеку от города. Колчестер является привлекательным для туристов местом. Здесь находится Эссекский университет, институт Колчестера и армейский гарнизон. Мы прошлись по центральной улице, которая уже была украшена под Рождество, световыми инсталляциями. Увидели в витрине вот такую вот елочку, из которой сыпался снег, и было приятно смотреть на снег в Англии, потому что в Англии очень редко бывает снег. А тут в витрине магазина мы нашли такое чудо. Также рождественское оформление висело на различных зданиях, таких как Red Lion Hotel. Ну а также мы посмотрели и театральное здание, и главную почту, и еще какое-то административное здание. Возможно, это был Сити Холл Колчестера. После чего мы направились к Красной башне, которая была видна в конце главной улицы. Очень запомнились мне городские указатели в виде слоников. Было написано Railway Station или City Center. А также рядом с каждой достопримечательностью на асфальте была выгравирована такая табличка. И вот рядом с церковью Святого Петра, в которую мы зашли и посмотрели, что там внутри. Там какие-то старинные флаги висят. Ну так, ненадолго заглянули. Я прочитала на асфальте, что эта церковь в 1086 году, она уже была записана в книгу Страшного Суда, но была изменена, то есть реконструирована в 1758 году после землетрясения, которое разрушило это здание. Также часы, главные городские часы с надписью «Redeem the time», то есть «Освободите время», которые видны со многих точек города и напоминают жителям о том, что надо беречь свое время. Они были установлены уже позже. Очень мне понравилась такая перспектива улочек. Ну, обычный город английский, но рядом с магазином висел такой чайничек. Возможно, это какой-то был tea shop, то есть чайный магазин. И вот через перспективу этого чайника я решила сделать вот такую вот фотографию. Затем мы дошли до реки Лодж и увидели красивые такие старинные дома, освещенные ярким солнцем. Мы остановились на этом мосту и долго фотографировали и как издание, и сами фотографировались на его фоне. А также мне очень понравились в красках осени яркие розовые с зеленым цветы, которые росли из моста на фоне реки. И вот я это тоже как бы так наклонилась сверху с моста и стала это снимать на видео. Перейдя через этот мост, мы пошли вдоль этих зданий и вышли в какой-то большой парк, где прошли вглубь вдоль реки и нашли какое-то местечко, где мы решили перекусить. После чего я стала фотографировать отражения в воде, листья плывущие по этой воде. Очень красиво. Вот прямо такие переливания различных цветов, желто-зеленых, красных листьев. Я всегда люблю наблюдать за природой. Особенно в Лондоне у меня открылось какое-то такое чувство, когда я гуляла с собаками. Ну, целый час, каждый день делать нечего в одном и том же парке. Я стала наблюдать за листочками, за цветочками. В общем, всё в режиме как бы каждодневной рутины. Ты смотришь, как там почки распускаются, создаются листочки, потом цветочки. И как-то вот за этим, за всем мне очень нравилось наблюдать. Птички, белочки. Всё это как-то насыщало мою душу природой. И мне становилось легче как-то жить, интересней. На тот момент я уже училась на третьем курсе фильммейкинга в моём университете. И как раз-таки тогда нас заставляли наблюдать за чем-то очень долго. Я решила это пофотографировать, поснимать на видео, так как это могло мне пригодиться где-то в учёбе. Ну и вообще очень красиво, так умиротворённо. Водичка переливается, листики там как-то плавают, такие искажённые. Мне всегда вот с детства, я даже любила смотреть в калейдоскоп. И вот эти вот изменения, каждый раз что-то новое узнаёшь, увидишь. И как-то твоя душа туда ныряет, и ты сливаешься с природой. Наверное, так это можно сказать. А тем более после смерти моего брата, это как раз уже около полугода прошло, у нас было с мамой такое состояние, что вот именно нас тянуло к природе. И как-то философски мы стали смотреть на жизнь, и вот такая вот осень. Ну, в общем, какие-то такие ощущения были. Ну, как-то посидели хорошо так, полчасика отдохнули. Потом стали проплывать мимо нас какие-то люди в кануи. Ну, в Англии очень часто занимаются на лодках, на маленьких, на длинных, на разных плавают по каналам. И мы пошли дальше. Там ещё стоял на небольшом таком пригорке голубой красивый дом с клумбами, оформленный в виде лодок. Тоже было интересно. С удовольствием посмотрели, поразглядывали и пошли дальше. Вышли на такую огромную площадку, где находилась синяя беседка. Тоже она была освещена ярким солнцем. Вообще, в этот день было очень яркое, хорошее такое солнце. Правда, уже холодно. И там я увидела холиджи, то есть рождественское дерево. Впервые в жизни я увидела, как оно растёт. Вот эти вот острые листочки, он как раз по-нашенски называется астролистник или паду. И им всегда украшают помещения на Рождество. Но оказалось, что из него делали венки древние кельты, праздновавшие день зимнего солнцестояния. Огонь и красные ягоды астролиста должны были своей яркостью помочь пережить эту самую долгую ночь в году. Затем мы увидели, как женщина кормит голубей, налетела куча чаек. Но так как голуби не разлетались, чайки не решились войти в эту гущу птиц. Хотя в Англии чайки очень наглые, но эти какие-то были маленькие, и они ждали. Пока голуби насытятся, потом уже дожуют то, что останется от голубей. Ну а я в этот момент попыталась заснять как чаек, так и голубей, и вот что у меня получилось. Главной достопримечательностью города считается Колчестерский нормандский замок, построенный Вильгельмом Завоевателем. Одно время это был замок-близнец Лондонского Тауэра. Он был построен в то же время, что и Тауэр, имел ту же форму и стиль. И сквозь вот эти вот древние римские стены, которые окружали город, мы вышли как раз-таки к этому замку, походили вокруг, посмотрели. Мне очень понравился рядышком с ним обычный такой жилой дом, а его стена была завешана полностью красными листьями то ли винограда, то ли какого-то ползущего вьюна. К осени они покраснели, ну и я решила снять эту красоту тоже. Рядом с замком находился обелиск памяти жертвам, павшим в войне. В замок мы не пошли, скорее всего там было очень дорого, как обычно. Вход в замки стоит очень дорого в английских городах, примерно в районе 20 фунтов за одного человека, то есть около 2000 рублей. Мы решили еще немножечко посидеть на лавочках в парке, пока еще было солнышко, понаблюдать за птичками какими-то голубоглазыми. Мне они очень понравились, я их тоже решила поснимать. Увидела, как дерутся самцы за своих самок. Вот как это было, вам показываю. После чего мы снова сели в автобус National Express. В 16.45 мы выехали из Колчестра, в 19.20 мы уже были в Лондоне. И эта поездка на двоих нам обошлась в 11 фунтов, это где-то около 1000 рублей. Вот на этом и закончилось наше с мамой путешествие в два английских города Клактон-Он-Си и Колчестер. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Продолжение следует...